Экран позади спикеров яркий и красочный, однако перспективы обсуждения ничего подобного о мечам не сулят. На старте мусорной реформы в Омске регоператор уверял, 80% мусора пойдет в переработку. Однако оказалось, что все это в будущем, причем не в близком. Заместитель генерального директора магнита Константин Шаков поясняет, речь шла только о пищевых отходах и металле. Все остальное стекло, пластик, бумага по-прежнему складируются на полигонах и причиняют вред окружающей среде. В Омске не хватает даже мусорных площадок, о специализированных контейнерах говорить рано. Да и невыгодно, как оказалось, регоператору заниматься такой сортировкой. Нет соответствующего оборудования, а дополнительные расходы лягут на плечи о мечей. Сейчас не допустить рост тарифа, потому что раздельный сбор предполагает раздельные контейнеры. Он предполагает другую технику. Он сейчас упирается в определенные требования по санпинам, которые не соответствуют этому. И это все нужно уместить. Например, новые мусоровозы – это дополнительные средства. Если сейчас активно этим заниматься, закупать другие мусоровозы под, например, пластик, то это большой расход. Некоторые омичи начали сортировку отходов по собственной инициативе из-за долга до старта мусорной реформы. Защита экологии плюс дополнительный доход. Общественники надеялись, что чиновники и рекоператор учтут их активность и позволят платить за вывоз отходов не по единому нормативу, как все, а по факту. Только за тот мусор, который они не могут переработать, а в основном это бытовые отходы. Однако такой возможности для собственников не предусмотрели. Если я накапливаю эти отходы отдельно, сдаю их там платно, бесплатно, у меня тогда твердых коммунальных отходов меньше образуется, и я хочу платить меньше за это. Я готов даже менять объем контейнеров, делать их меньше, да, количество на этой контейнерной площадке, чтобы рекоператор мне считал меньше. Но рекоператор на сегодняшний день разместил типовые договора, да, и для жителей частных домов, именно квартирных домов, для управляющих компаний ТСЖ. Такой возможности у нас нет по договору. Мы обязаны платить только по нормативу. О пересмотре системы оплаты пока речь не идет, заявляют в руководстве «Магнита». Повлиять на ситуацию могут в региональном правительстве, пересмотрев нормативные акты. Но это произойдет не раньше, чем через год. Все это время амичи могут продолжать сортировать отходы на общественных началах и платить, как все по нормативу. Позже, возможно, сделают перерасчет. Такая ситуация, к примеру, была при вводе тарифа на ОДН, напомнил глава жилинспекции Александр Бурых. Это заявительный характер. Если человек не приходит и ничего о себе не говорит, то, соответственно, действий в отношении этого никто исправлять не будет. Мы временно отсутствовали, мы приехали, предъявили документы подтверждающие, и нам делают перерасчет по газу, по свету и так далее, в том числе и по мусору. Но в данном случае абонентом, который будет работать, будет Омская энергосботовая компания, которая на эту работу заключила с «Магнитом договор». И, соответственно, во всех точках и в Омской области, и в городе Омске, где работает эта абонентская служба, они будут заниматься приемом необходимых документов для того, чтобы старнировать этот самый платеж. Других способов сэкономить на вывозе мусора у Омичей сегодня нет. Общественники опасаются, что это приведет к обратному эффекту. Жители просто перестанут сортировать мусор, даже те, кто это делал. Сколько таких активистов, неизвестно. Реестр сортировочных площадок, которые Омичи устанавливали самостоятельно, тоже нет. Как и данных по их размещению. Анализ предстоит провести чиновникам в ближайшее время. Продолжение следует...